Крым и Россия вместе навсегда. Несмотря на то, что в новейшей истории Крым российский всего лишь 5 лет, есть еще огромный пласт истории, когда полуостров и самая большая страна в мире были объединены. Вот об этом, Саша, я и предлагаю поговорить дальше. И у нас уже ожидает гость. А в гостях у нас сегодня Елизавета Глушенко, заместитель министра внутренней политики и информации связи Республики Крым, начальник управления внутренней политики. Да, недаром пришлось добираться сегодня. Хорошо, что без пробок. Действительно, очень хорошо. Доехали. Доброе утро. Доброе утро. И я предлагаю для начала поговорить о викторине Крым в истории русского мира. Что же это такое? Доброе утро, уважаемые телезрители, уважаемые ведущие. Хотелось бы поделиться таким знаковым событием для Республики. 1 сентября у нас стартует викторина Крым в истории русского мира. Викторина уже организовывается с 2017 года. Министерство внутренней политики и информации связи совместно с представительством Республики Крым при президенте Российской Федерации. И включает в себя ряд вопросов различного характера, литературного, культурного, исторического, социально-экономического. И творческую зарисовку, творческое эссе для наших соотечественников за рубежом. То есть основная аудитория участников этой викторины – это соотечественники, проживающие за пределами Российской Федерации. И, соответственно, наша задача – популяризировать историю Республики Крым за пределами нашей необъятной страны. Как можно принять участие в викторине? Какие там есть условия? Условия и само участие с 2018 года викторина уже размещена на портале знаю-крым.рф. На этом портале можно ознакомиться с различными направлениями туристической информации об основных знаковых культурных объектах полуострова, а также непосредственно ознакомиться с положением о проведении конкурса, взять блок вопросов и тематику эссе. В этом году новшества нас ждут. 20 вопросов будут носить не только закрытый характер, но и открытый характер. Мы их дополнили аудиовизуальным еще сопровождением. И будет на выбор участников четыре темы эссе. Например, в прошлом году участникам викторины нужно было ознакомиться и ответить на вопрос для себя в первую очередь, что для меня значит Крым, и поделиться самым сокровенным своими впечатлениями и своим желанием, стремлением посетить и увидеть нашу Республику. Ну вот что дети говорят о Крыме, что он для них значит, представить себе можно. Все мы любим Крым и не расслышали об этом, говорили. Хотелось бы узнать, что же для вас Крым значит? Для меня Крым это в первую очередь наша необъятная природа. У вас, кстати, замечательная студия, которую вы можете воочию, все телезрители могут воочию убедиться, что значит для каждого из них Крым. Кстати, насчет аудитории, дети говорят, не только дети принимают участие. Мы делали анализ участников самой викторины и показывает практика, почти 10% принимают старшего поколения. Победители прошлого года, их у нас трое, то есть конкурсная комиссия, организационный комитет определяет троих финалистов, троих победителей. И основной приз это путевка на двоих в Крым, чтобы ознакомиться с нашими достопримечательностями, с нашей природой в самых лучших отелях полуострова. Поэтому это такой хороший, знаковый вообще проект для нашего полуострова, для Крыма. Есть за что побороться, есть ради чего побороться. И вот в этом году слегка, я так поняла, усложнили задачу, добавив открытые, наоборот, вопросы. Открытые вопросы. Все-таки, может быть, ребятам стоит, дадим небольшую подсказочку, на какие темы все-таки стоит сделать акцент, чтобы максимально быть готовыми. Это Крым в истории, Крым с... У нас все направления охвачены, и достопримечательности Крыма, и исторический аспект, и даже современное развитие с 2014 года нашего полуострова. Тоже нужно почитать, посмотреть, какие новые объекты у нас открылись в этот период, и как дальше работать. Что касается вот предыдущих участников, да, предыдущих итогов, было очень интересно. В 2018 году участие приняли 495 человек из разных стран, из 64 стран мира. Ничего себе. Ну, наиболее активный, мы тоже такой вот анализ делали, это, конечно, страны СНГ, но нас порадовало, что и участники появились из Кубы, то есть, ну, совсем разные. Это круто очень. Три победителя, мне удалось с каждым лично встретиться и пообщаться. Они приезжали в период празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в текущем году, и каждому мы, благодаря, в том числе вашим усилиям, телеканала, мы организовали пресс-конференции для каждого участника, но было здорово, знаково. Два победителя у нас было старшего возраста, и девочка 11-летняя, Елена Романенко, с мамой приехала, тоже они достаточно в таком вот режиме посетили в плотном, очень плотная экскурсионная программа мы организовываем. Ну, это очень здорово и интересно, когда дети потом приезжают к себе, да, там, на то место, где они проживают, и делятся своими впечатлениями, своими эмоциями, и, собственно, популяризируют Крым за рубежом. Мне кажется, в таких проектах даже работать просто приятно. Очень приятно, очень хорошая у нас команда сотрудников, и мы взаимодействуем не только с местными, да, как бы органами власти, мы взаимодействуем с консульствами, с посольствами, для того, чтобы с русскоязычными, да, средствами массовой информации на тех территориях, для того, чтобы эту информацию распространить, максимально донести для всех желающих. Елизавета Алексеевна, а какие основные вот критерии отбора? Критерии отбора, ну, в первую очередь, необходимо ответить на те самые тестовые 20 вопросов. В прошлом году 28 участников определились и верно ответили на все вопросы. Мы понимаем, да, что они могут использовать различные там средства, подсказки себе. В этом году для этого специально мы сделали открытые вопросы, что программа будет обрабатывать исключительно, ну, корректность ответов. Но творческое задание, творческое эссе, здесь уже вступает организационный комитет, в состав которого входят не только представители органов власти, но и историки, да, различных наших университетов, которые уже просматривают каждое эссе и дают уже оценку глубине, да, и значимости этого самого текста, который подготовили ребята или там участники. Было очень непросто отобрать, да, из 28, три лучших. Ну, вот выбор пал на Михаила Филаниотиса из Кипра, Марию Афанасиади из Греции и, вот я уже говорила, Елена Романенко из Испании. Спасибо вам большое, спасибо, что пришли к нам в гости. Напоминаю, что у нас в гостях была Елизавета Глушенко, заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым, начальник правления внутренней политики. Ну, а дальше наш эфир продолжится. Продолжим его рубрика и узнаем, что же приготовили для нас просторы интернета. Спасибо.